Продолжение следует... 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 Рабочие 236, уже комфортная городская среда, 206А, в пятую неделю объявляем аукционный подбор подрядной организации. По степенку 42, проектная документация на день, что в пятую неделю подрядной организации и проектов не могут быть предъявлены. Я хотя бы с метрой документации просил, чтобы дали, потому что объявляем аукцион. По автобусам, проработав два дня на маршруте, автобусы 1,7, в полном объеме туда перенаправлены, возникло ряд серьезных проблем. Первое, это очень низкий пассажир-поток на этой линии, в автобусах 1-2 человека передвигаются в дневное время, час пик чуть побольше. Мы получили еще большое количество обращений по поводу того, что по улице Папричная, Гагарина, Кирова, Билинского, хлебокомбинат, завод Полимермаш, бизнес-инкубатор, жилой городок Полимермаша, 16-я школа, 9-я школа. В среду на автобусы перешли на работу в следующий режим. Первые семерки вернулись на 80% на свой маршрут на старый, как говорилось с переводчиками. Первый и седьмой, который остался на Женикедзе, в инстаграме, стал работать с интервалом 1 час. Жителей вовремя не удалось оповестись, поэтому в этот день у нас было большое обращение в соцсетях, писали, телефоны горели. На следующий день с утра отработали среду график движения. В четверг разместили на остановочных павильонах полица Женикедзе, шквал звонков у нас Паутиеха. Автобусы ходят сейчас с 6 до 8 с интервалом 20 минут, после 8 часов промежуток продвижения в 1 час. Значит, этот пассажиропоток все равно не наблюдается. И сегодня с утра маршрут номер 20, как говорили с переводчиками, пошел по маршруту всех летов тресантов, а часто упрекло справедливо. Значит, накануне в пятницу мы опровестили наследие, путем последствия объявления на подъезду по улице Пухачевского. Платил автомат. Судистратор, вы очень еще не звонили, это самое главное. Итоги керкобеда. Сейчас кик прошел. По станции безжелезня, по строительству, значит, теплотраз в участке застройки вынесли, включили ее в работу, перекрывая латки. Значит, фундамент в основное строение смонтирован, грузобетонный. В пятницу подрядчик приезжает, будет договариваться о поставке металлоконструкции для здания основного корпуса. Значит, так вот, в графике работа празднуется. Нам надо доназначить деньги, но, да, наши там небольшие цифры. Небольшие, я думаю, да. Тогда надо написать записку, Юрий Борисович. Пункт стоял. Не готовят? Пункт. Ну, цифры еще, само ведомление не пришло. Нам назвали на слова, там, копейки. Нам, конечно, не мало, то не ошибиться. Фонсу не тащил. Вот, все. С перевозчиком, в любом случае, давайте посовещаемся. Значит, посмотрим. Тем более, если и 20-й пошел, мы бы какая-то статистика будет. Мы бы подведем, как нам подстроить всю эту ситуацию, чтобы все интересы были соблюдены. По проектированию, по этому гранту, который мы выиграли, как дела? В 10 утра сейчас результаты первичных, которые проектом подойдет ко мне. Будем смотреть, что это было просчетом, по площади портретия, она должна быть доставить в туалет. Я положил. Хорошо. Все, присаживайся. Так, отдел городского хозяйства, пожалуйста. Уважаемые коллеги, был проведен объезд города по вопросу благоустройства, то есть приобретен по рождению Моекомска, Еленского, Кирова. И с учетом выезда было выданно принятыми 24 предписания. 18 предписаний было выданным владельцам частного зоноглотения, установка номерных знаков, в связи с тем, что мы начинаем после готовки, переписан с линией, которая уже была в период на 21 год, и мы должны успеть исполнить, чтобы наличие не было в хозяйстве. 5 предписаний было выданто перед предприятием, организацией. Мы назначение снимали, да? Вообще их не делали. Получилось. На следующий год мы-то назначили, да, если нет? Да, будем заняты подавать. Сроки у нас там 1-2, 1-2, 1-2. Хорошо. Сейчас мы отрабатываем частности, и будем еще смотреть по-настоящему. Также было выдано 11 предписаний, чтобы платить участные домы, на приведение порядка в предыдущих территориях. В основном вопрос, что касается вывоза смета, листьев и подготовки территории, приведающих к сильному периоду. За прошедшую неделю по ранним журнам предписаниям было исполнено 18 поручений, по 6 предписаний, срок еще не подошел. Ну, потихонечку все равно мы идем к Новому году. Значит, нужно вот все ключи не включить. Это касается и, так сказать, ведомства Шибакаева, и ведомства отдела городского хозяйства, и всей бюджетной сферы в плане подготовки города к Новому году. Да, сегодня, понимаете, что с гулянками, так сказать, гуляниями и праздницами, так сказать, массовыми будет напряг, так надо сделать так, хоть внешне, да, как-то так, ну, обрадовался глаз, но тоже кое-какие, значит, мероприятия наметили. Вот, поэтому чем больше будет украшений в городе, там, в окошках, в витринах, значит, на прилегающих территориях, тем как-то веселей, да, на душе будет, и не так все, как бы, печально, как нас пытаются убедить, что этот год прямо у нас там, значит, никуда не гожи, да, значит, я думаю, что те, кто пережил 1941 год, они с нами не согласятся. Бывали, когда и похуже, да, и 90-е годы, не так весело было, да. Поэтому давайте как-то не будем нас опускать, а наоборот, искать варианты как-то улучшить, как круто, да, и себе в том числе. Поэтому давайте вот, надо собрать, собрать какую-то, так сказать, в отделе городского хозяйства, созветочить информацию по тому, кто, что планирует по благоустройству, украшению, это бюджетка, это то, что там, значит, наработает экономика, то, что наработают жилищники, и то, что наработаем мы в рамках наших организованных мероприятий по обустройству, значит, центральной городской елки, площади и так далее. Подумайте, это сегодня, всякой вот этой злобуды много, всех этих, там, значит, гирляндочек. Единственное, смотреть надо, чтобы они все-таки пожаробезопасны были, и так далее, сертификаты там, и так далее, материалы используют соответствующие. Вот, тем не менее, это всегда как-то приветствовалось, да, и уж кто-кто, а, допустим, дети, они всегда с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях для того, чтобы создать настроение. Садись, пожалуйста. Так, вы юристы, что у вас? Я не знаю, не знаю, не знаю, что ли. Павлина. Добрый день. За прошедшую неделю был заключен один договор в публик продаж земельного участка в собственном объекте недвижимости. Состоялись торги на право заключения договора о земельном участке для цели строительства нежилого здания коммерческого назначения по Алексеевскому шоссе 18G, победителем признан Узитова Единфаджа Рдятовна, равная равный вклад состава 410 тысяч рублей. Но вы поднялись. Один жаль. Дата заключения договора 16 ноября. В рамках рекомендации задолженности по эндоплате подготовлено 10 претензий на сумму 470 тысяч рублей, одно исковое заявление, взыскание задолженности на сумму 1 миллион 497 тысяч рублей. Продолжаясь прием заявок на участие в аукционе по приватизации муниципального имущества по улице 398, в настоящий момент зарегистрирована одна заявка. У нас когда там находился? 27.00. Не знаю. Не вечер. Ясно. Значит, вашу записку я видел, писал Владимир Евгеньевич. Вот, сведом пришла записка от вашего контрагента сведений, сделайте нормальный общий план мероприятий по устранению таких проблем. Если это юридические процедуры, это одна ситуация. Если нужно делать технологические истории, это другие. С кем-то, так сказать, повстречаться, переговорить, часть, 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 часть. Составьте план, от этого надо уходить. Но впредь подобного допускать нельзя. И вы повнимательнее к сетевым делам. Работая с землей, надо смотреть, что тут земля. И варианты очень повнимательнее. Тоже на страже будете. И во-вторых, у вас там куча частников, и ваши там работают тоже, как частники. Они понаделают, а потом, значит, получается, что садовнику вроде шайболики тоже давайте по государству проходить к этому вопросу. В общем, таких вот больше накладок нельзя допускать. А то мы наделаем воды, а потом к ней подступиться не можем. Либо часть вот там шайбу забьет, скажет, вы что тут, значит, на моей земле делаете со своими трубами. Больше таких вещей не допускать. Это касается и Леонид Борисовича, это касается и электрического хозяйства, и газового хозяйства. С этим сегодня сложно. Раньше, как пришли, там советская власть сказала, вот здесь пройдет нефтепровод дружбы. Полгорода распахали, ничего. А сейчас так не кажется. Сейчас все должно быть по закону. И собственность есть. Собственность, она как бы доминирует. Садись, пожалуйста, повнимательнее. Повнимательнее. Людмила Николаевна. За отчет и председатель inc. 2-го века строительства подготовлено. Выдано одно выдачное об окончании строительства, одно выдачное об планируемое строительство, внесено одно изменение разрешения на строительство, подготовлено выдано два строительных плана земельных участков, четыре документа на присвоение обвисов, выдано одно разрешение на перекрым arrive к жилому помещению, установлен один вид разрешенного использования земельного участка, рассмотрено 4 обращения игроков на свои фантоместа и издано постановление о внесении ФИАС в адресу 26 семейного участка. Хорошо. Посмотрите внимательно то, что мы говорили про 60 лет в ХСЛ, свои предложения сформулировать. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Так, Елена Николаевна, что у нас с самозанятой? Текущая информация передала. Ну, тут то, что было у вас на последний момент, где стилинг-двенадцать чистые. Двести двенадцать человек зарегистрировали в состоянии на 5 ноября, и 6 ноября 6 еще самозанят на базе МКЦ зарегистрировали специалисты агентства, а один, значит, предъявительность и редкость. На Евангелии там один или три. И пять репетиторов. Пошло, да? Да, пошло. Вообще 15, с учебными и кольцами. Пошло. Пошло, хорошо. Игорь, садитесь, пожалуйста. Надо совместно с налоговой инспекцией пропагандировать налоговую дисциплину среди бизнеса и населения. Вот в городе сколько у нас трудоспособного населения? Ген, 45 тысяч, да? Ну, так да, 45 тысяч. Сколько мы получаем, Игорь Борисович, НДФЛ в год? НДФЛ у нас приходит порядка 280 миллионов. Хорошо, садится. Так вот, если бы все трудоспособное население исправно платило Игорь Борисович 20 тысяч рублей, а это не самая большая зарплата для нашего продажа, то мы получали бы плюс еще 200 миллионов налогов в нашу казну. А на эти 200 миллионов мы могли бы еще 500-600 миллионов подтягивать с других уровней бюджетов через софинансирование. Извините, на 700-800 миллионов тут много вопросов можно было бы порешать. И чтобы транспорт ходил, и светло было, и дороги делались, и дофига чего еще. Вот эти вещи надо пропагандировать. НДФЛ, налог вот там, как бы, налоговая дисциплина, это вот решение, да? То есть у нас, получается, мы не добираем почти половину налога на доходы физических лиц. Говорим, что так плохо живем. А что мы будем жить хорошо, если налоги не платим? Как кто не придет рассказывать про свою тяжелую участь? Работаю неофициально. Как не возьмешь какого-то бизнесмена, у него, значит, один оформленный, а остальные все так, это, пученики. Сегодня первый день вышли. Вы как хотите жить красиво-то, если такая налоговая дисциплина? Ну, вот эти вещи надо рассказывать нормальным человеческим языком. Эти деньги нужны не мне. Я 9-й год здесь дружусь, да, как я пришел, какая машина была, и на ней езжу. У меня в кабинете ни одного стула, ни одного стола, не поменялось. Компьютер какой был, такой стоит. Себе ничего не покупают. Все в народ. Поэтому, что заплатили, на то и жить будем. Заплатить есть чего. Бизнеса в городе много, работающих народу много. Только вот все это, как-то у нас это, в черне или в серости. А надо было белую, тогда и возможности будут другие. Об этом надо рассказывать. Павел Борисович, как дела? Патерцы на прошлой неделе опробовали один противный аналитет. В следующей неделе еще один. Опробуем. В пятницу получили четыре свидетельства по ОКО. Из пяти завтра ввезем документы по лицензированию, то что у нас есть. Мы говорим о ситуации. Мы рассказали о аварийной ситуации. Мы продолжаем иметь место. Занимаемся. На сегодняшний момент требуем печки по ГВС. И подпитка 27 тонн. Норматив 27-28 тонн. То есть почти норматив, да? Почти норматив. Почти. По сравнению с 67 тонн. Ну да, почти норматив. Понятно. Тариф получили мы? Тариф получили мы. Тариф получили мы. Какой? Какой? Он отличается от тарифа в гидромах? Тариф гидромаха на второй половине. И тариф теплосити, который был. То есть я хочу сказать, что тариф не изменился. За вычетом того коэффициента, на который растет. Если бы был гидромаш, у него был бы то же сам тариф. Вот. То есть гидромашский тариф. Это важно подчеркнуть. А то там где-то я видал в СМИ там областные тарифа. Больше он, меньше он стал. Вот тариф не изменился. Ясно. Что у нас с закупкой в резервах? Сегодня должны разместить. Ты торгуешь в резервах? Да. Значит, сегодня вы размещаетесь, да? Да, да. Все понятно. Есть с чем работать? Покажите. Значит, если проблемы есть, то в любой момент выкладывайте. И следующее. Значит, я так понимаю, деньги тебе пошли от населения. В пятницу, да, уже первое поступление от населения было. Физическим лицам пока еще не выставились. Мы программно работаем. Я надеюсь, что мы на этом деле не выставим. От населения деньги уже пошли. Ну, там когда у нас совещание? Четверг. Четверг, да? Ну, какую-то программу надо себе представить, составить, чтобы там построить. Вы присосили микроэнтинную начисление, еще до конца не свели. Ну, там, видите, это будет протокол и график какой. Совещание завтра. Завтра, по-моему, совещание. Правильно. Да, да. По ресурснику. Ну, подготовьте какие-то предложения, которые войдут в протокол в плане, там, по срокам, что, когда мы там заплатим. Хорошо? Сладись, пожалуйста. Так, Игорь Вячеславович, как пожелаете? Все работают в нормальном режиме. А в этих разночения я буду. Хорошо. Валяем дальше. Одного летула. Сейчас мы буквально позвонили. Краснодарский, Завадская, Парапойла. Ну, там два класса участников работают. Разделились. Понял? Хорошо. Работаем в планах. Ясно. Сергей Петрович. Ну, в основном, процесс будущего засвещения нас участвуют за прошедшую неделю. В этом году было выполнено 27 заявок. Исполнено, как мы говорили, 122. Не исполненных заявок осталось 429. Вот. Вот. Работа еще, как бы, много времени занимает. То есть, целые микрорайоны не горят сверху. Вот на это уходило очень много времени. Это западные, это южные, это районы нефтебазы, районы на улице, на замеченных, то есть на польских повреждениях. Сколько у них бригад работает? Две. Две бригад. Значит, вот у меня список ваш есть, он актуальный, вот эти 22 позиции, да? Вот. Значит, вы вот этот список дайте в пресс-службу. Возьми. Есть вот конкретные адреса, какие заявки исполнены, какого числа, значит, чтобы люди знали. И так каждую неделю, и так каждую неделю. Садись, пожалуйста. Сразу все мы не починим, сразу все мы не починим. Вот. Ну, как бы, движение есть, вот, значит, более 90 светильников, вот, 22 такие обобщенные заявки, касаемые, там, целых улиц и так далее, здесь вот отработаны. Об этом можно и нужно рассказывать. Вот. Каждую неделю будем отчиниться перед народом. Так, Ваим Евгеньевич, как дела? Убираем с мед везде. Выходит, дежурит уже машина. Дежурит. Ну, по трассе уже пескотряска пошли. Ну, и нам, я думаю, завтра нам будем вылечать. Ну, надо, не надо. Смотрите, вы готовы обернуть? У вас сколько машин вы можете единомомент выпустить под зимний вариант? Ну, от 4 до 6 машин. Они готовы, заряжены, да. Да, значит, ну, вы человек опытный, значит, у вас машина погружена. Компания у вас, как бы, сохранилась, да, с точки зрения того, что там люди те же самые, да. Поэтому зимний вариант, знаете, пораньше, пораньше, по ситуации. Было лёд, значит, посыпаем, нападал снег, понеслась уже другой режим. Значит, и вы тоже имейте в виду, у вас списки есть. Значит, Ваим Евгеньевич координирует, есть, вдруг там снегопады и так далее. Ваим Евгеньевич координирует и частную технику, и просят, так сказать, другие организации подключиться. Вопросы надо решать. Всё, день жестячно приближается. Спасибо. Ещё такой вот вопрос. Очень много мусора на станочных павильевах. Такое впечатление у нас, люди путают на скарновке с контейнерными площадками. То есть, идут на работу, берут пакетик, поставили, сел в их товаре. Культурник и все-очень надо. Завалим сайтов, завалим сайтов. Ну, что сказать на этот счёт? Сказать нечего, да, это вопрос не понимает. Совести и, как бы, сознанию тех граждан, которые там поступают. Хорошо, садись, пожалуйста. Так, Анатолий Сергеевич, что? А в большейшей неделе основным видом работы – это вот двор листовый. Собранный и победим на поле о том, что у вас используется. Есть ещё что пособирать и вам, и, значит, к дорогному комплексу. Есть ещё что пособирать, народ набрёк, вывозите. Значит, то же самое по тротуару. У вас техника там, как бы, есть. Готовьтесь к обслуживанию тротуара. Всё, конечно, вы у нас и соль закупили, и песко-сореночные зимы. Ну вот, по ситуации, по погоде, значит, тоже надо реагировать заранее. На ранние утрешние часы и вперёд погнали, чтобы народ многие не волнули. Александр Михайлович, есть вопросы? Нет. Вы, как бы, это самое, платежи вы расщепляете, да, на гидраво? Да. На гидраво. Ой, ну, на тепло сеть. Вячеслав, как дела? Слабочный порядок. Проблемы есть или нет? Всё нормально, да? Хорошо. Соседи? У нас всё рабочее жилье. Всё нормально, да? Всё с теплом слабое, да? Понятно. Так, до моста вылечка? Всё в палом. Всё нормально. Так, хорошо. Там вот, Галина, вы с этими, как мы говорили, по, значит, на рабочей группе по карьеру с всякими этими нашими пассажей и непрекаянными отработали. Как вы отрабатывали? А отрабатывали сейчас? Значит, до всех постучаться надо. Значит, одна из позиций, это вот нас, как-то там, люди потом будут смотреть. Значит, одна из позиций, которые сейчас все жилищные организации, управляющие конторы должны отрабатывать, это обработка мест проживания по части, ну, профилактики вот этих ковидочных дел, там, значит, для того, чтобы там санитарные дела в подъездах соблюдались. Поэтому, если где-то в управляющих организациях, либо в ТСЖ, либо там, каких-то домах, которые в непонятном режиме, это не соблюдается, значит, эту информацию надо доводить до отдела городского хозяйства, либо, да, есть у нас, значит, ЕДДС, эта информация не может доходить, тогда, значит, тогда ее надо перебрасывать будет в отдел городского хозяйства для решения вопросов в том числе. То есть, санитарная обработка должна проводиться. Владимир Сергеевич, как дела? В рабочем порядке. Работаете, все нормально. Смотрю, какие-то машины новые появляются. Это подгоняет вам оператор, что ли? Да и нет. Это вы сами там? Сами? Хорошо, молодцы. Понял. ЦЗН, как у вас дела? У нас количество заработанных 1609, но мы перешли на прием граждан в период с 10 до 12, два часа после обеда. В общем, фактически гражданам обращаться к нам нет такой необходимости. Работа по выбору справок с пенсионным фондом и с органами соцзащиты налажена полностью. Там только электронное взаимодействие. Личных обращений не требуется. Но все же некоторые люди считают, что нужно лично обратиться. Мы перешли, у нас опять всплеск заболеваний в коллективе, шесть пришли. Но не трудно ставить вопрос о переходе в переводе в учреждение в дистанционный режим, пока мы не готовы к этому. Народ с чем идет, что звонит, с чем идет, что пишет? С чем идут? Идут вообще по разным вопросам, узнать, почему, как. Работу не спрашивают, нет? Это последнюю часть, о чем спрашивают. В общем, если начинают, человек приходит мне встать на учет, и начинаешь ему говорить, что выбирайте, пожалуйста, вот перечень вакансий, заготовили, ну так работу уже за это время, а тут пришлось так вот нам наладить, для того, что, ну прям открывай, смотри, выбирай, пальцем показывай. У всех глаза такие, как и вакансий. Ну хоть сокращается немного у нас тихонечко? Ну вот из-за того, что пятница это такой день, вот на четверг был 1609, сейчас скорее всего будет 1617, потому что пятница он такой день, когда за всю неделю накапливается, и там больше, но обычно к четвергу все это опять в какой-то равновесии достигается, но пятница нам всегда дает прирост. Понятно. Заявленных сокращений нет? Нет, сокращений нет. Ну единичные подают, как и было всегда, собственно, так по одному человеку. Ну ясно. Хорошо, понял, спасибо. Представьтесь. В МФЦ 5-0. Мы работаем в обычном режиме, у нас, как я не сказал, что у нас окна защиты, мы поставили средства защищать. Народ идет? Идет, никуда он не делся. Конечно, многие услуги переводят в электронный вид, вот в прошлом неделе Миниционный фонд настаивает, что с движением от капитала электронный вид теперь будет приниматься, но мы как бы тоже не можем отказать, мы принимаемся. Ну понятно, если пришли, но вы там, они приходят, наверное, не все экипированные, вы там отрабатываете? Нет, они фактически все вот выходят, даже не посмотрел их всех. Ну это хорошо, вы это рады. Они тоже боятся с вами, поэтому защищем их. Понятно, хорошо, присаживайтесь. Так, значит, вот мне по поручению, которое там протокольным было, дали реестр площадок контейнеров. Ну понятно, здесь видимо распечатка, которая у нас есть, паспорт, проблема здесь не указана. Проблема здесь не указана. Проблема это площадка. Выделить? Либо перегруз, либо она там не на той розе ветров стоит, что ее раздувает, либо там ограждения нет. Вот эти вот вещи у нас там, понятно, что их есть. У нас реестр, мы готовили это все время. Давайте вот такой съездочек. Он поуже будет, он поконкретнее. Сделайте. Я понимаю, что это может быть работа, объезд какой-то там, ну давайте там до конца года что-то я сделаю. Потому что мы на следующий год заплатили все эти новые приезды. Так. Соцзащита. Вы не посчитали сколько подарков? М. Александр Александрович, министерством связывались, будут ли, как в прошлом году. Нам сейчас погадут на цифру. Сколько это будет? Ну, в принципе, около двух тысяч это нужно, вот очень. Может быть, закроем их министерским, но пока вопрос откроет. А они будут министерские? Пока откроют вопросы. Ну вот я пока искажу из того, что вопрос откроет, это нужно пока ориентироваться на свои силы. То есть вы даете цифру, ну я помню, мы и тысячу там закрывали и так далее. Так сколько нужно? Две тысячи? Ну да, тысяча девятьсот семьдесят восемь вот так вы считали, на котором очень. Ну вот цифру это там себе ставьте на планы, давайте начинаем собирать. Ага. Письма подготовьте, сделайте, Наталья Анатольевна, обращение сделайте и погнали. У нас много людей, так сказать, которые регулярно в этом всем участвуют и организации, и компании, поэтому здесь я думаю, что мы соберем точку приложения либо, как мы говорим, а как обычно люди сами как-то там доставляют от себя, поздравляют, а мы просто отмечаем и как-то знают, что эти дети там поздравляют, да. То есть в этом все надо координация, координация, все это на вас. А давайте за размер какой стоимости. Они определятся. В прошлом году было триста шестьдесят рублей, но это средний, это очень средний. Но в принципе вот это... мы же все равно покупаем готовые подарки. По всякому. По-всякому. По-всякому. Ну надо поинтересоваться. Илья Николаевич, посмотрите, наверное, уже коммерсант потихонечку там к чему-то готовится. Павел, посмотрю, но за триста пятьдесят рублей вполне приличный банан. Ну ну разговаривайте. Там же он упакован должен быть правильно, там вот как это все струбирует. Обычная мягкая упаковка. Бывают те, которые стоят в магазинах с этой суммой, но внутри, простите, не то. А вот те, которые компонуемые, с которыми уже непосредственно связаны. Мы сходим где-то из триста пятьдесят рублей. Да, да. Вот давайте начинаем работу. Все. Это работа на вас. Садитесь, пожалуйста. Так, и да, там у нас Мажар был. Семья здорово пострадала, видеться бы, по жилью. Так, все живые. Значит, Павел, дай все координаты соцзащиты. Вы их примите тогда? Елена Александровна, примите их там, проконсультируйте. Значит, ту помощь какая положена, оформите. Ну еще там пообщайтесь, что какие-то вопросы. Значит. Ну по мотивам опять. Дом не страхованный. Ну надо страховать свое жилье, если оно более-менее нормальное, приличное, но разворотов вам страховать не придет. Если это хороший долг, то страхуйте его. Один раз потратьтесь. Да? Зато если что случится, у вас никакой головной боли, вам деньги приходят, вы на них восстанавливаете. Нежели сейчас, кажется, протянутую руку. Во-вторых, вот жалко людей, да? Но, значит, что хочу сказать. Ну, во дворе на Леппино загорелся по сарай. Сарай загорелся. А от сарая сгорел полдома. Ну, когда строите там как-то, наверное, это надо учитывать. И материалы использовать, да? Ну, дерево, как обработано, дерево должно быть. А сейчас там пластики, всякое еще. Она как даст и все ловите красиво, да? Но когда горит, прям эффект противоположный. Когда строите, делаете там, пожарных я попрошу, значит, инспекцию, пусть они расскажут. Ну, так сказать, брифинги какие-то, ну, вещи такие вот, они надо учитывать. На семье это и помочь, Елена Александровна. Разберитесь, значит, посмотрите, что там, какие потребности и так далее. Чем сможем, поможем. Значит, как у нас про них будет проходить? Как? Проход в основном был данный режим. На сегодняшний день мы начинаем олимпиады. Олимпиады заняты. Ну, только это те максимумы, поэтому рассаживаем, согласно предпроходке у Сергея. Да, займите их. А то я смотрю, что-то там пьяненьких привозят. Больницы у нас там, отличников. Да, двое было. Отличников и отличниц. С музыкальных шпротом, значит, вообще все положить, да и посреди дороги вот так вот. Кто-то там начинает там приворовывать что-то, прихватывает там в ашанах и так далее. Вы, публик, давайте берите на карандаш, а то все красивые, все в бантах, значит, все смотрят там, хочется плакать. То есть, конфетку дать, а видите, чертят хоккей. Займите их чем-нибудь такими болезнями. К сожалению, родители у нас тоже некоторые есть, которые не нравятся всем, что мы детей занимаемся, мы эту школу тащим. Ну вот вы этим родителям рассказываете, что не сильно заняты, они вот у них вот как-то вот такие бывают досуговые мероприятия, они сами себя организовывают. А потом, ну хорошо, там без ущерба для здоровья, если проходит, а вот как бы другие мысли-то они посещают. И еще, значит, ну лишние там недели каникул и так далее, все это должно, школы фактически там работают в таком режиме, да, там, учреждения там, дополнительного образования. Это должно все отражаться на экономии теплоэнергоресурсов. Игорь Борисович, берите на контроль, вот, допустим, там, за ноябрь у нас там полноября у нас каникулы, соответственно, там как-то это должно быть отразиться на тех цифрах, которые будут поданы к оплате, да, лишних денег у нас ведь нету. Так, что у нас делается по борьбе с незаконными рекламными конструкциями? Александр. Александр. В настоящее время, конечно, такие ожидания. Вот, после этого будем проводить договор, включаясь в демонтаже. Тринадцать конструкций определили, которые такие... Александр. А всего сколько у нас их? Всего тринадцать законченных договоров и порядка пятидесяти такие самовольные, которые... Александр. Вот, начинайте их сносить, начинайте их сносить. Образцово-показательно, в соответствии с процедурами установлены законодательством, хватит от увольницы, да, если кто-то хочет работать на рекламном рынке, работать в городе, будут по закону. По-другому, все это будет на складах и соответствующим образом утилизироваться. Давайте, запускайте квайты-баллы. Точно так же, как это... Садись, пожалуйста. Точно так же, как это касается киосков. Мы их собирали. Они что-нибудь сделали? То есть, из тех, как собирали Украину, этих бойцов? Да? Нет. Что нет? Один стоит, второй. Вот в Западе еще не проверяли. Нет. Вы еще раз говорю. Вы добивайте до конца. Добивайте до конца вот эти вот левые, вот эти бигвамы. А то стоит этот бигвам, он рассказывает, что у меня на придомовой территории, да. На какой придомовой территории? Он прислонился к муниципальному столбу, еще тут проводок свисает. Проводок свисает с этого столба. Я что-то сомневаюсь, что он под счетчиком. Сергей Петрович, не на нашем ли электричестве этот все бизнес-то ведется? Разберите. Вы имеете в виду Ольга Невского? Да, да, да. Если на нашем, подойдите прямо, возьмите электричество. И большой привет передайте. Хорошо. Убираем все. Все незаконное, убираем. Хотят жить по закону, пусть соблюдают законы. А бизнесмены они там или кто, значит, в пользу дедов, никто не скажет, что бизнесмены должны жить по закону. Не по закону. Хотя они сейчас защищены там всем подряд, но давайте мы свой интерес как-то будем защищать. Так. У кого какие объявления есть? Пожалуйста. Мы практически подготовили бюджет к первому впечатлению, без исключения капитальных уложений, капитального ремонта. Поэтому мне нужно еще раз актуализировать в виде письма или таблиц, все свои желания, хотели, чтобы не получилось так, что в январе месяце мы опять собирали сети и включать туда бюджет. Поэтому сегодня, завтра, пожалуйста, актуализируйте, начиная от ПСД, заканчивая все работы, которые связаны с финансированием в первую очередь. Ну, имейте в виду то, что у нас бюджет сейчас отбалансирован, а те 90 миллионов, которые уже поданы на капитальный ремонт и капитальные уложения, их нужно будет как-то включить бюджет, соответственно, за счет других статей. Это на предмет того, что 9 месяцев тепло-напривый ресурс и все остальное. Поэтому сегодня и завтра ждем. Значит, давайте так мы поступим. Вы информацию аккумулируете, Евгений Борисович, и где-то там на 4-5 на 40-х назначите совещание. Там заместители, которые ведут соответствующие. На среду, если будете готовы, я сказал, на этой неделе делаем совещание. Мы посмотрим, что впихиваем в бюджет, что оставляем, корректируйте, которые будут по ходу города. Там все будем утрясать. Еще объявления какие-то есть? Значит, давайте актуальную информацию по ковиду в том, по ковиду и смертным делам. За прошедшую неделю выявлено 39 случаев пневмонии и 600 случаев ОРВИ. Госпитализировано сколько с пневмонией? 10 человек госпитализировано, 3 человека с ОРВИ госпитализировано. С начала пандемии 276 ковид-19 выявлено. Понятно. У нас нарастание идет в рекахах по этой неделе или ровно? Ну вот если сравнивать с той неделей по пневмонии, то неделя была 29, а на этой 39. Поэтому вот то нарастание, то спад. Понятно. Машина наша работает? Да, работает. У меня есть машина? Да. Садись. Значит, машина должна работать. Значит, что касается ковида. Значит, сейчас первоочередная, еще раз повторяю, работа, это информирование граждан. Поэтому все нюансы, все вопросы, которые ты задаешь, надо обращаться к медицинским руководителям, потому что они прокомментируют. Там тоже происходят определенные перемены, да? Значит, сейчас увеличится количество, я так понимаю, пациентов, которые лечатся амбулаторно. Это надо объяснить, да? Наверное, объяснить надо. Вырабатывается методика, не всем надо валяться, так сказать, в больничных палатах, там, можно какие-то вопросы решать или амбулаторно. То есть, это надо объяснить. Во-вторых, значит, надо, у нас, вы ждали информацию по аптекам, да? Да. По аптекам, да. Но ее где-то, она должна быть так, чтобы она глаза мозолила, не где-то спрятана, чтобы люди видели эту информацию. Ну, периодически повторяют, что вы можете, так сказать, уточнить наличие лекарства, консультироваться там. И там, хоть каждый день ее там, или через день, два раза в неделю выбрасывать там туда в соцсети. Пусть люди себе скачают, посмотрят, где-то там воспользуется кто-то. Потом, никто не исключает, вот мы там нашли машину, допустим, свою. Есть волонтеры, они тоже актуализируют свою работу, да? Там отработано, скажем, взаимодействие, да? Не знаю, может быть. Но такого, значит, может быть, этого и не будет, да? Ну, нельзя исключать, что люди, ну, у кого-то есть, допустим, возможность там на своей машине два часа поработать, повозить врача, да, допустим, на вызовы, не связанные с ковидом. Надо тоже это окно возможности сформировать, чтобы человек сказал, слушай, да я вот хочу помочь. У него кто-нибудь отболел, значит, посмотрел на это дело, скажет, хочу помочь, чтобы другим там полегче будет. Такие надо создать. И коммуникации с ними. Сейчас важно, что? Там государственная машина, она работает, да? Там где-то, может быть, не всегда там на сто процентов, это огромное идет. Есть там прорехи какие-то в этой все. Но она работает так, как работает. Сейчас многое зависит от самих людей. Каждый человек тоже, кроме там предъявления претензий, там, в адрес, начиная от Всевышнего и кончая, там, значит, местным чиновником, должен что-то сделать, по максимуму сделать, для того, чтобы самому избежать этого дела, да? И уберечь своих ближних, соблюдать там ограничения санитарные, вот эти вот, да, какие-то инвентарные меры безопасности. Можешь кому-то помочь, помоги. Сейчас вот так вот было. Нельзя отсидеться, так сказать, и сказать, что кто-то что-то за тебя должен сделать. Об этом надо было все людям рассказывать. Так, ну, наверное, это все. Нет больше объявлений? Значит, Иван Петрович судоро ушел на заключительную часть нашего. Ну, давай, 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 я буду. Так, технологический совет. Вышел с Ходотайцем. Мы привозили в порядок с представителем бизнеса и ряда организаций два моста. Это мост по улице Красноармейской и отход за хозом. Вот я сейчас с большим удовольствием вручу благодарность на письму. В первую очередь, те, кто откликнулись на призыв. Ну, я так понимаю, здесь на экологическом форуме шел разговор, когда Сергей Александрович обратился. Мы его поддержали, и ряд товарищей активно тоже откликнулись. Это Шигаев, Павел Сергеевич. Зактивно работал и помощь в обустройстве без нового моста по улице Красноармейской и пешеходной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, 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 садись, пожалуйста. Потому что там, кто инструменты давал? В общем, вы знаете, что любая техническая конструкция, она требует целой специализированной бригады. И второй благодарность кузенку Владимиру Евгеньевичу, он здесь тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А не для того, чтобы приехали, отписались и до свидания. Достучался до таких высот, что он старался, молодцы. Но вы с молодежью, мы встречались с молодежью. Давайте молодежное крыло формируйте, учите, чтобы они вас могли со временем подменить и подхватить. Работайте. Все, есть еще вопросы?